Вот уже несколько недель подряд в крае становится все больше больных, что страдают от сезонного вируса. Еженедельный прирост на 7-10%. На карантин в разных районах поочередно уходят школьные классы и группы в детских садах. Есть и полностью закрытые учреждения. Все равно находимся выше эпидпорога, то есть уровень заболеваемости достаточно большой. И все же пока эпидситуация в регионе довольно спокойная, говорят в Алтайском управлении Роспотребнадзора. Хотя не спит и грипп. Каждую неделю плюс 5-8 пациентов среди общего числа заболевших. Как правило, грипп переносят сложнее, хотя тяжелых случаев у нас пока не наблюдали. Впрочем, и пик разгула вирусов еще впереди. Среди заболевших у РВИ лабораторно обследуют и выделяют вирус гриппа. Вирус гриппа циркулирует тот же, вирус гриппа А, H3N2. Мы на своем уровне, на своем регионе, мы определяем вирус гриппа Альбы и уже делим H3N2 или H1N1. А уже генотипирование, какой ген? Гонконгский, сингапурский, калифорнийский. Это уже прерогативы научных исследовательских институтов. Ряд федеральных СМИ со ссылкой на кандидатов медицинских наук сообщают, что во многих российских регионах этой зимой у пациентов одновременно выявляют несколько вирусов. К примеру, грипп А и аденовирус. Грипп А плюс риновирус. Были зафиксированы и тройные сочетания. Мы такого не видели, не встречали, чтобы один человек заболел всеми видами респираторных инфекций одномоментно. Да, это может быть по очереди, но чтобы одномоментно такого пока не встречали. Но от опасного коктейля никто не застрахован. Особенно дети, беременные, пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями. Чтобы противостоять суперинфекции или, как еще говорят, тридемии, нужно укреплять иммунитет. Как минимум гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться и хорошо высыпаться. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.